Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Лоскович и сегодня мы поговорим о люке-невидимке. Люк-невидимка четвертого поколения компании Практика. Я расскажу вам, как это делаем мы и почему мы отдаем предпочтение данной компании. Вот наш люк. Открывается он нажатием на одну сторону. При нажатии откидывается данная сторона. Дальше следует потянуть за нижнюю часть и открыть люк. Люк размером метр двадцать на шестьдесят. Выбрали такой большой, так как внутри стоит большой водонагреватель. Первое, что следует учесть при монтаже люка, это правильная раскладка плитки. Плитка у нас тридцать на шестьдесят. Соответственно, плитку мы разложили так, чтобы четыре плитки у нас помещалось на люк. Также мы учли наличие стеклянных фризов и разложили их так, чтобы они не попадали на люк. Не забываем, что люк у нас метр двадцать на шестьдесят. Это его наружный размер. Внутренне же часть люка пятьдесят четыре на сто четырнадцать. Это нужно учитывать при сборке каркаса. Для монтажа каркаса мы используем металл, толщиной не менее 0,6 мм. Мы используем профиль CD, вложенный один в один. Это придает достаточную жесткость нашей конструкции. После того, как мы вставили наш люк в каркас, мы по периметру рамки люка делаем отверстие для саморезов. Там уже есть готовые, но они расположены чуть дальше, чем нам нужно. В верхней части используем стрелу 8 мм, чтобы шляпка самореза прошла внутрь. А в нижней части 2,5 мм, чтобы саморез легко вкрутился в профиль. Перед облицовкой люка плиткой с обратной стороны дверцы люка следует подвесить груз, равный весу плитки, приклеиваемой на люк. При приклеивании плитки нужно контролировать, чтобы клей не попадал между дверцей и рамкой люка. Также для удобства укладки плитки следует зафиксировать откидные ролики. Фиксируются они скобой, чтобы при нажатии дверца у нас не открывалась. Перед монтажом следует зафиксировать стопорные винты. Вся конструкция собрана прочно и качественно. Также по периметру всей дверцы присутствует уплотнительная резинка. Также на люке присутствуют ролики, которые способствуют к лучшему закрыванию. Итак, после монтажа люка невидимки и облицовки его плиткой, для удобства облицовкой плиткой мы зафиксировали наши ролики, которые отталкивают дверцу, шпильками. Как потом достать люк и открыть, делается это при помощи такой вот присоски, которая идет в комплекте. Мы же иногда делаем при помощи своих больших присосок для стекла. Если у нас плиточка гладенькая, берем просто присосочку, выбираем туда вакуум, тем самым закручивая ее, вот и тянем и открываем наш люк. Вот, как видим, люк у нас довольно-таки просто закрывается и становится все на свои места ровненько и красиво. На завершающем этапе следует просиликонить швы плитки на люке и после высыхания силикона нужно его прорезать под углом 45 градусов. Остатки силикона на рамке люка следует удалить, для того, чтобы они в дальнейшем не препятствовали закрыванию люка. Кому была полезна данная информация, не забываем ставить лайки и подписаться на канал. Также мы есть в социальных сетях vk.com, rpk.brest и одноименные группы в других социальных сетях.